здорово видос такой немножко не совсем стандартного такой более глубокий он на внутренней честности и о том что очень многие мужчины и женщины но мы сейчас как бы клюш канал для мужчин говорим о мужчинах они привыкли обманывать самих себя и что меня натолкнуло тут парочка ситуации одна из них это что я недавно встречался с одним человеком который в самаре купил у меня тренинг волшебная таблетка от страха знакомства он говорит давай поздоровайся давай поздоровайся самаре он самаре града вот в итоге мы поздоровались и произошла как бы картина которая для меня уже привычная он купил тренинг для того чтобы перебороть свой страх знакомства консультации со мной стоит очень ну скажем не бесплатных денег и некоторые люди наоборот с удовольствием бы сейчас со мной практиковали что-то еще и пока мы с ним здоровались а я так часто делаю я смотрю кучу девок мимо идут каких-то там я говорю вон девчонки прикольные подходи я посмотрю нет нет то есть видно как человека начинает колбасить то есть даже при мне и очевидный тот факт что если человек при мне не может этого сделать хотя у меня есть инструменты я не стал на него давить там или что-то уговаривать его начинает рассказывать какую-то ересь просто из серии там да мне не надо у меня есть там игра чем-то диск покупал вот этот волшебная таблетка но я там начну с понедельника же вот это вся блевотина которая в принципе я его прекрасно понимаю но ничего общего с честностью с самим собой и с результатами это не имеет это как правило ничем хорошим не заканчивается и получается вот этот человек он меня натолкнул на съемку этого видео потому что он рассказал такую историю он говорит вот я там прожил с девушкой несколько лет я сам все эти годы понимал что это не мое не то что я хочу он как-то мы там познакомились встретились что-то не было особо выбора вот поэтому как бы закрутилась все с ней как часто и бывает вот потом вроде бы уже собирался от нее уходить потом у нее у этой девушки умер папа от онкологии и ему конечно же стало ее жалко то есть ее нужно было поддержать это не самый подходящий момент это тяжело там и так далее но в общем он от нее не ушел в итоге как бы он и там видимо себя неправильно поставил и изначально понимал что это не его не то что он хотел женщина закончилась тем что она ему изменила как-то так причем у них там ребенок и измена с ее стороны и он оттуда ушел наконец-то у него появился повод но по итогу последствия такие что есть ребенок который сейчас живет не в полноценной семье и он стал отцом выходного дня это может есть опыт отношений с нелюбимой женщиной самое печальное что нет сделанных выводов потому что должны были быть сделаны выводы что почему так получилось он эти выводы я так понимаю не сделал а еще самое печальное как вишенка на торте то что есть дичайший страх коммуницировать с новыми женщинами который он не может все преодолеть и при этом продолжать себя обманывать почему так происходит у мужчин почему они вообще видео про честность почему они продолжают себя обманывать каждый день почему они встречаются не с теми женщинами с которыми хочется в первую очередь одна из причин это выбора отсутствие выбора если у тебя нет выбора то где-то с кем-то тебя познакомили ты понимаешь даже что тебя что-то не устраивает но ты продолжаешь общаться здесь есть такая печальная правда жизни что чем дольше вы общаетесь даже несмотря на то что девушка не устраивает в чем-то больше ты привыкаешь тем больше вас было хорошего и так далее там подобное и ты привыкаешь тебе сложнее оттуда уйти потому что этот чек уже тебе становится как как родной во вторых но терра становится как родной наверное как сестра скорее чем как женщина которую ты любишь во вторых жалко да там и ресурсов столько потрачено и в третьих было же все-таки много чего хорошего вы же вместе ездили там в палатке отдыхать или куда-то еще там в турцию не знаю там в таиланд на бали вот и это все сплочает как бы людей мешает уйти но на самом деле основного так и не произошло то есть внутри на уровне души ты так этого человека не полюбил то есть ты эту женщину не полюбил и ты себя не обманешь на том уровне души плюс опять же одна из причин почему мужчины на себя обманывают то есть помимо того что нет выбора они еще и многие у нас у многих есть синдром спасателя мы хотим спасать мы как мы же мужчины как так и разве я ее там смогу оставить эту девушку а как же так у нее же там я же должен на ней заботиться ну и так далее и того подобное у меня самое интересное что я понимаю о чем говорю потому что у меня такое было и когда-то давно была такая ситуация что около двух лет встречался женщиной которая изначально мне не нравилось но эти отношения как в том самом фильме любовь и голуби если кто-то смотрел поставьте комментарий что ты еще когда типа да по пьянке закрутилась и не выберешься вот так вот и там было примерно так же вот я этой женщине причинил очень много боли если она может быть видела бы это видео я хотел бы хотя уже столько лет пошло попросить еще раз прощения но опять же тут такое сомнительно конечно за что просить прощения потому что человек сам несет ответственность за то что он общается с другим человеком это его выбор здесь был мой выбор моих страхов фобии там не знаю комплексов спасателей тогда там был ее выбор и до того дошло что вселенная начала давать знаки какие-то причем было такое до такого маразма хотя наверное это может быть не всем нужно знать что я с ней поехал отдыхать там во вьетнам вот у меня были параллельно другие женщины я там что-то уснул она полезла в телефон как-то что-то нашла в общем или я телефон не закрыл в общем с утра я просыпаюсь она уехала и там записка какой я пидорас мудак там и так далее да и слава богу и надо было бы конечно сказать вау окей наконец-то мне помогла вселенная бог кто угодно типа эту ситуацию разрулить я не мог у меня не было не хватило там мужество и значит мне помогла жизнь нет же я там подумал как так она же расстроилась я же блять не должен ее обижать это что такое я поехал догнал и в аэропорту и наши отношения в общем итоге продолжились дальше ничего хорошего из этого не было до такой степени что я около 40 минут один раз ехал к ней она как приезжая ко мне ночевать я не хотел туда ехать но я перса я около 40 минут кружился вокруг ее дома не мог найти парковку это ли не знак как бы ну типа и езжай отсюда я продолжал себя обманывать ну причем это был как бы как мне казалось не мой выбор потому что мои какие-то комплекс спасателя мое чувство вины моя жалость к этому человеку то есть все вот эти атрибуты нездоровых отношений с моей стороны они были сильнее меня хотя это я тогда так думал сейчас я понимаю что как это сука так может быть что это сильнее меня и многие из моих клиентов с кем я общаюсь они натыкались на подобные ситуации или похожие ситуации когда ему женщину жалко и исходя из того что им жалко или они боятся быть нехорошими они в общем себя обманывают и общаются не с теми женщинами почему многим так тяжело быть честными с самими собой ну и в частности с девушками в первую очередь то есть нужно же быть с собой честным потом с женщинами с которыми ты общаешься может быть да и с детства это все тянется типа потому что если я сейчас скажу и что ты знаешь так и так ситуация обстает таким образом что нам надо расстаться я ее обижу я разочарую ее надежды и ее ожидания я буду в ее глазах плохим а мы настолько не хотим быть плохими в чьих-то глазах особенно люди у которых с детства там так получилось что не хватает любви к самим себе что они зависят от того что общество должно их одобрять отсюда же вот эти ваши там страхи подходить к девушкам при людях потому что вы боитесь оценки и недавно один товарищ в инстаграме написал это и кстати да я недавно просил во всех моих чатах в инстаграме еще есть такой антибабский форум это вообще клиника полная там одни конченые люди сидят но это интересно вот я попросил там собрать мне пул вопросов и в общем история такая сейчас я прервусь на секунду до что ты можешь здесь в комментариях только развернуто написать свой какой-то вопрос желательно подробно из какой-то ситуации жизненной ты можешь написать это в инстаграме мне в личку где-то еще и я ближайшее время устраиваю такой марафон то есть как минимум 10 дней а то и две недели я буду каждый день выкладывать на youtube канал какое-то видео правда это будет скорее всего более короткое видео что вам удобно с ответами на вопросы которые вы мне прислали там уже накопился достаточно большой пул от вопросов я из них буду их выбирать поэтому пиши сюда пиши в инстаграм который здесь также под этим видео и я буду каждый день отвечать на вопрос если тебе конечно интересно мое мнение возможно для кого-то она экспертно возможно кому-то похуй как-то так ну и опять же конечно же я всех жду на практике с 26 по 29 августа это юбилейный нам три года практики три года формата практики тренинг там будет очень круто там буду я самое главное мои коллеги и этот тренинг вообще не о женщинах женщины это как вспомогательный инструмент от тренинг в первую очередь в том числе о том как как не обманывать себя по жизни так вот продолжим ссылка кстати под видео здесь записывайся к чему приводит вот эта нечестность по отношению к себе и по отношению к девушкам потому что строятся семьи с нелюбимыми женщинами даже у меня был один такой кейс когда девушка приходила на консультацию она бы сказала слушай у меня такая проблема я вообще охерела потому что говорит мы жили с моим мужчиной несколько лет как ей казалось хорошо не душа в душу но неплохо она говорит я тут пришла домой он пришел с работы я его так вот типа глажу по голове стою рядом с ним так вот и он как психанул в какой-то момент просто вот так вот дернулся и говорит я ненавижу когда ты так делаешь больше никогда так не делать просто взорвался там хлопнул дверью и ушел а прикол в том что она всегда так делала все эти годы и когда она спрашивала как тебе он говорил нормально и так далее приятным да приятно то есть он даже здесь себя обманывал он боялся или у него были какие-то причины сказать есть что мне так не нравится дело даже не в этом движении потому что это женщина изначально ему не нравилось поэтому любые движения со стороны этой женщины для него были неприятными естественно что это все копится 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 бах взрывается к херам собачьим и как-то так получаются такие последствия вот и у них ребенок все прочее они развелись вот к таким катастрофическим по сути дела последствия может привести то что вы нечестны с собой то что вы не боитесь сказать нет то что вы боитесь выбрать ту женщину которая вам нравится подойти к той женщине познакомиться что вы боитесь сблизиться боитесь показать где-то зубы или жесткость какую-то включить потому что вам это надо боитесь сказать женщине который ничего не чувствуете что я к тебе ничего не чувствую и идете с ней дальше в отношениях очень много причин но по факту это приводит к катастрофическим последствиям как научиться этому это отдельная тема по сути дела если коротко то нужно это осознавать нужно ловить себя на том где вы себя обманываете и усилием воли стиснув зубы заставлять себя идти в эту честность озвучивать людям то что тебе не нравится говорить уметь сказать нет уметь уйти уметь отказаться некоторые же как я много раз видел такое что когда мужчина один и он год я не могу быть один мне так нужно чтобы рядом был кто-то и он из-за того что у него есть вот эта потребность в том чтобы рядом был кто-то он вынужден общаться с той женщиной которая ему не нравится он ее не выбирал толком но вот какая есть и он себя обманывает изо дня в день и за дня в день и потом в какой-то момент когда этот человек например встретил уже в отношениях какую-то женщину другую он пришел искал там своей женщине ребенок у них там сказал что я влюбился все это я ошибался ты не то и в итоге и там его послали нахер и здесь ну короче такая история поэтому как с этим бороться это тема одного из каких-то следующих видосов по-большому счету да тут надо прокачивать свои яйца и ведь самый прикол что это распространяется не только на женщин потому что это люди которые привыкли себя обманывать привыкли терпеть привыкли не вступать в конфликты привыкли не отстаивать свою точку зрения привыкли обманывать и обламывать себя то есть это это проецируется на все сферы жизни и это самое печальное вот эти люди привыкли сглаживать углы хавать то что им дают прогибаться под эту жизнь это из-за страха из-за того что неудобно из-за того что что обо мне подумают из-за того что блин а вдруг у меня что-то не получится и так далее вот просто это такое видео для размышления как бы здесь нет какой-то конкретной пользы здесь есть просто чтобы ты сейчас посидел и спросил себя где я себя обманываю где я сам себе что-то запрещаю где я обманываю кого-то рядом с собой напиши это в комментариях и опять же я жду от вас вопросы потому что когда у вас вы будете присылать вопросы я буду их прям снимать и снимать и снимать и сейчас ближайшие 10-15 дней я буду выкладывать сюда ответы на вопросы которые мне прислали там инстаграме еще где-то и здесь под комментариями обязательно пиши всех жду на практике с 26 по 29 августа там это тренинг давно вышел за рамки какого-то там пикап тренинга то есть это тренинг для мужчин по прокачке их яиц это тренинг для мужчин про по прокачке внутренней честности а когда у вас есть эти две вещи они с ними все в порядке все остальное в жизни начнет налаживаться поэтому я всех там жду до новых встреч пока